Неподобающее поведение Франции по отношению к Азербайджану, к справедливой позиции официального Баку, накладывает несмываемое пятно позора как на политическую карту Европы, так и на демократические принципы общеевропейских ценностей. Очередная антиазербайджанская резолюция, принятая Сенатом Франции, направлена против мира в регионе Южного Кавказа. К чему же приведет столь деструктивная политика Парижа? Обсудим с нашим гостем. К нам подключается Руслан Сафаров, политолог. Господин Сафаров, здравствуйте, добрый вечер. Лидия Ханем, добрый вечер, здравствуйте, приветствую ваших зрителей. Господин Сафаров, накануне Сенатом Франции была принята очередная антиазербайджанская резолюция с абсурдными обвинениями в адрес Азербайджана, которую поддержали, к слову, 336 сенаторов. Как вы считаете, Сенат же не является последней инстанцией. Какие юридические последствия здесь могут последовать? В данном случае мы с вами видим достаточно распространенную уже практику работы армянского лобби. Здесь надо уже говорить в открытую, как оно есть. Традиционно подобного рода заявления мы видели по отношению, например, к геноциду армян в Турции. Вот эти все заявления там то в Канаде, то в Австралии и так далее. То есть там постоянно ведется вот эта работа, она всегда нацелена на одну простую вещь – постоянно будировать ту или иную тему. В данном случае, когда, собственно говоря, в сентябре прошлого года сам по себе Нагорно-Карабахский конфликт был фактически исчерпан, сейчас пытаются снова эту тему раскопать, пытаются снова этот вот труп этого конфликта эксгумировать, снова попытаться надавить на позицию Азербайджана в его международных вопросах. Она достаточно взвешенная, сбалансированная. Здесь вот попытка перетянуть Азербайджан в свою сторону, надавить на него и так далее. Мы это, к сожалению, в данном случае наблюдаем в действиях французских парламентариев. Я считаю, что эта ситуация имеет двоякую природу. С одной стороны, конечно, здесь не стоит очень сильно на это обращать такое внимание, но есть, скажем так, движение в будущее. Оно связано с чем? Я подозреваю, что вот эти заявления, которые сейчас принимает и французский сенат и так далее, это направление на конец этого года. Все-таки там не исчезает надежда раскопать вот этот конфликт между Арменией и Азербайджаном, попытаться довести его до горячей фазы и попытаться стравить региональные силы, которые в регионе присутствуют. Прежде всего, конечно, надежда стравить Турцию с одной стороны с Россией, с другой стороны Турцию с Ираном по возможности. Потому что на сегодняшний день западная политика, она как раз-таки уже сняла все свои маски. Здесь уже мы видим все это в открытую. Страны совершенно спокойно принимают решения о бомбардировках и так далее. То есть уже никто не пытается даже прятаться за какие-то принципы международного права и так далее, то, что мы слышали раньше. На сегодняшний день, еще раз говорю, это попытка дополнительную какую-то юридическую такую подготовить, юридический такой вот гумус, что называется, на котором должен потом быть взросшен новый конфликт между Арменией и Азербайджаном. Это тактика французов, это их стратегия на сегодняшний день в регионе. Я думаю, что они по этому пути будут двигаться дальше. Насколько это будет успешно, очень большой вопрос, потому что, еще раз говорю, и в регионе на сегодняшний день никто не заинтересован в этом конфликте. Я подозреваю, что взвешенные силы в политическом руководстве Армении тоже прекрасно понимают, что потенциально этот конфликт, он приведет только к огромным потерям и катастрофе уже для самого армянского государства. Поэтому сейчас это просто некая форма такого нагнетания. И параллельно, я думаю, что через эти действия армянское руководство пытается хоть как-то улучшить свои переговорные позиции с Азербайджаном. Насколько это даст им какие-то козыри, очень большой вопрос. Потому что, еще раз повторюсь, Франция далеко, Армения не имеет выхода к морю. Поставки оружия, так сказать, это большой вопрос, как это все будет дальше осуществляться. А вот эти декларации, ну это такие вот, извините за выражение, фиговые листочки, которыми они пытаются прикрывать просто свою, что называется, абсолютную периодистическую позицию. Которые, в принципе, останутся только на бумаге. Вот как раз-таки в ответ на действия Сената Франции и Комитет Парламента Азербайджана порекомендовал прекратить все экономические связи с Парижем и не допустить участия французских компаний в любых проектах, которые осуществляются по заказу Баку. Как вы считаете, ожидал ли Париж такого жесткого ответа? Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, Париж, возможно, и не ожидал такого жесткого ответа. Дело все в том, что у Франции есть экономические интересы в Азербайджане. Та же самая французская компания «Таталь» работает в Азербайджане и так далее. Я думаю, что здесь у Азербайджана есть рычаги внутри самого Европейского Союза. Я могу сказать, что очень серьезные экономические связи у Азербайджана, например, в такой стране, как Италия, Италия очень серьезно зависит от поставок азербайджанских энергоносителей. Поэтому здесь у Азербайджана есть возможности, скажем так, работать внутри самого Евросоюза. Это раз. Второе, давайте не забывать, что сейчас ушел в отставку Шарль Мишель. Очень много разговоров о том, что, возможно, его сменит на посту глава ЕС, собственно говоря, Виктор Орбан. Мы знаем позицию господина Орбана по взаимодействию с тюркским миром, позицию Венгрии и так далее. Поэтому здесь у Азербайджана есть очень серьезные рычаги для того, чтобы немножко присмирить пыл французских депутатов. Также, на мой взгляд, очень правильное было действие предпринято Мили Менджилисом Азербайджана, когда был поднят вопрос о вообще суверенитете Корсики и так далее. Я думаю, что здесь вот на подобного рода глупости, которые летят к нам из Парижа, надо отвечать просто, что называется, равномерно. Заявляют, что, ну вот, господа, вы сначала с Корсикой у себя разберитесь, а там еще, глядишь, встанет вопрос по Британии, а там еще встанет вопрос по Бургундии в перспективе и так далее, и так далее. Пусть Франция своими вопросами-то занимается, не пытается учить азербайджанному разуму. Господин Сафаров, в настоящее время азербайджано-французские отношения находятся на самом низком уровне. Все действия Парижа, такие как антиазербайджанские заявления, резолюции, осквернение памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, милитаризация Армении, а к тому же мы помним случай, когда азербайджанскую журналистку не пустили в Новую Каледонию, которая, к слову, прибыла для выполнения туда редакционного задания. А в итоге ее обвинили чуть ли не в шпионаже. Вот что дальше? Чего добивается Париж? Париж добивается только одного. Париж пытается разжечь конфликт на Южном Кавказе. Потому что это единственная форма, которая позволит Франции решить целый ряд своих задач, связанных с ее потенциальным лидерством в самом Евросоюзе. Я могу сказать, что до 2022 года реальным лидером Евросоюза, конечно же, была Германия. Сейчас экономический вес Германии начал снижаться, и Франция пытается перехватить вот это выпавшее из немецких рук знамя. И задача у них на сегодняшний день какая? Первое. У них есть серьезное противостояние с Россией, есть серьезное противостояние с Турцией. У России и Турции на сегодняшний день просто превосходные отношения. Я не знаю периода в российско-турецких отношениях, когда две страны так взаимно уважали бы друг друга и стратегически партнерствовали. Естественно, что здесь необходимо найти какие-то точки для того, чтобы разжечь большой конфликт между двумя вот этими региональными силами. Кроме того, давайте не забывать, что и у России, и у Турции на сегодняшний день укрепляется позиция в традиционных вотчинах Франции, в Африке и так далее. Все это, конечно, вызывает очень серьезное раздражение в Париже. И вот такими действиями, используя Армению как своего рода таран в регионе, всячески его поддерживая, похлопывая по плечу в виде вот таких вот деклараций, они пытаются этот конфликт разжечь. В надежде на то, что в какой-то момент начнется армяно-азербайджанский конфликт, который по транзитивности может вызвать в потенциале конфликт между Москвой и Анкарой, например, с возможным вовлечением туда Тегерана. Здесь уже американская повестка добавляется, американцам это тоже выгодно, и поэтому мы так часто слышим заявления о том, что там Соединенные Штаты чуть ли не как Вашингтон будут оборонять там Зангизурский коридор и так далее. Это часть вот этой большой стратегии, которую они пытаются реализовать. Насколько это удастся? На мой взгляд, это мертворожденные проекты. Почему? Потому что на сегодняшний день, мы можем с вами вспомнить очередную встречу по платформе 3 плюс 3, и у России, и у Ирана, и у Турции нет никаких вопросов к Азербайджану. Фактически нет и вопросов по вариантам подписания мирного договора, по позициям, которые были в том числе Азербайджаном обозначены. Здесь есть варианты для того, чтобы спокойно подписать мирный договор и перелистнуть эту страницу и начать нормальное взаимодействие внутри региона. Это сегодня нужно и Анкаре, и Москве, и Тегерану. Поэтому, естественно, что эти региональные силы будут всячески пытаться торпедировать подобного рода инициативы со стороны французов, это раз. А второй момент, надо не забывать, что все-таки ресурсов самой Франции на сегодняшний день, на мой взгляд, все-таки не очень, так сказать, много для того, чтобы подобного рода серьезные действия производить. Поэтому здесь надо просто спокойно выжидать, смотреть за дальнейшими действиями Франции. Но в то же время постоянно работать и внутри Европейского союза, азербайджанской дипломатии. Я подозреваю, что это и без моих советов, как говорится, делается. Настраивать те страны, с которыми у Азербайджана налажены очень хорошие отношения. Я уже две страны обозначил, их можно добавлять здесь. Целый ряд стран, с которыми у Азербайджана очень хорошее экономическое взаимодействие присутствует. Потихоньку торпедировать эти позиции на уровне уже внутри европейского диалога. Поэтому я думаю, что здесь Азербайджан будет вот эту стратегию, если выдерживать, то все эти французские нападки, они закончатся ничем. Господин Сафаров, большое вам спасибо за ваше мнение. Спасибо, что подключались. Спасибо вам. А я напомню, что на прямой связи со студией был Руслан Сафаров, политолог. Продолжение следует...